Собственно, что творится сейчас на улицах Бельгии, несложно представить. Из Брюсселя к нам присоединяется моя коллега Регина Севастьянова. Регина, приветствую. Итак, как же нация отмечает? Добрый вечер. Безусловно, для Бельгии это исторический день и историческая победа. Для бельгийцев это был самый настоящий финал. И здесь воспринимают победу соответствующим образом. Завтра команде устроят чемпионский прием. Уже сегодня ночью, когда бельгийцы должны вернуться на родную землю, многие собираются встречать их в аэропорту. Ну а завтра в полдень их будет принимать в королевском дворце король Филипп и королева Матильда, которые, кстати, дважды летали в Россию, чтобы на трибунах поддерживать команду непосредственно на месте проведения чемпионата мира. А потом, после этого королевского приема, команда отправится в самое сердце Бельгии, на Гранд-Кляц, где команде позволят выйти на балкон той самой мэрии, которая является символом страны, чтобы уже лично, можно сказать, поблагодарить болельщикам за такую прекрасную поддержку. Ну а болельщики, в свою очередь, собираются лично поблагодарить команду за этот исторический результат. Никогда ранее Бельгия не была в призерах чемпионата мира. Хотя сейчас, по горячим следам, многие эксперты говорят о том, что команда могла добиться еще большего. Единственное, она смогла добиться шести побед на этом турнире. И, как считает, например, редактор Хетнивсблат, должна была стать чемпионом мира. Впрочем, еще одно историческое достижение команды – это 16 забитых мячей в течение этого турнира. Одна большая торговая сеть здесь до начала турнира предложила всем покупать большие телевизоры любой диагонали. И если команда забьет больше 15 мячей, то эта торговая сеть готова вернуть деньги первым тысячам покупателям. Здесь, конечно, подстраховались менеджеры. Всего две команды – Бразилия и Германия – смогли забить по 15 мячей. Но Бельгия действительно превзошла этот результат. И Дэн Азар уже после матча заявил, что он знал об этом предложении и что хотел, чтобы бельгийцы получили деньги обратно. Любопытный момент. Некоторые с ней пишут о том, что эта самая торговая сеть подстраховалась. Она застраховала это предложение. Угадайте, где? У одной из страховых фирм Великобритании. Студия. Да, вот такие вот находчивые ребята. Спасибо. Извлекающей Бельгии была моя коллега Регина Севастьянова.